Приветствую вас. Вы знаете, вот исходя из того, что вы написали, я могу сделать вывод о том, что у вас изначально была некая такая неуверенность в себе, скажем так. Итак, и эта неуверенность в себе, она была у вас изначально, она была с вами, вероятно, всегда. И эта самая же неуверенность в себе, как бы, допустила, допустила тот факт, что вы позволяли своему мужчине вот так вот с собой обращаться. Да, то есть вы вот позволяли ему как-то вот использовать себя, позволяли ему как-то понукать с собой, вы позволяли ему как-то нарушать ваши личные границы. Да, вот такая вот была ситуация, такая была история, как это мне так, по крайней мере, видится, да. И вопрос весь, он ведь понимаете в чём? Он не в том, как правильно поступать. Вопрос, он ведь не в том, как нужно верно принимать решение. Вопрос в том, почему у вас этого решения нет? Вот это, пожалуй, куда более важный момент. Вопрос в том, почему у вас нет этого решения? Вопрос в том, почему вы сами не знаете, как для вас правильно, как для вас верно, как для вас хорошо, как для вас адекватно и так далее. И вот что является здесь самым важным и самым, на мой взгляд, ну, на мой взгляд, самым тревожным во всей этой ситуации. Опять же, опять же, почему так? Почему самым тревожным, на мой взгляд, на мой взгляд, ситуацией? Потому что, если вы не знаете, как вам нужно поступать правильно, значит, вы не уверены в себе. И вы не чувствуете себя. Вы не отдаёте себе от счёта, например, в том, что правильно для вас, да? Что хорошо для вас, что ценно для вас, а что нет. В этом во всём вы себе от счёта не отдаёте. И именно по этой причине, именно по причине того, что вы не отдаёте себе в этом от счёта, я полагаю, я полагаю, вы и оказались изначально в такой ситуации, когда парень вам постоянно указывал, что делать. Значит, именно по этой причине вы теперь уже от нас требуете, ну, не требуете, просите, значит, того, чтобы мы вам помогли, указали, как вам быть. А сами-то вы где в этой ситуации? Сами-то вы чего ходите? Понимаете, как так получилось, что вы постоянно были под гнетом этого парня и пять лет жили с его неуверенностью в себе и так далее, и так далее. Смотрите, вы выбрали себе такого мужчину, и вы его терпели. Значит, что этот мужчина, он отзеркаливает вас. То есть, он это то, как вы относитесь к себе. А вы относитесь к себе так, потому что у вас либо авторитарные были родители, либо очень отстранённые, либо чрезмерно опекали вас и стимулировали у вас чувство вины, то есть, подавляли у вас ваше эго. То есть, вашего эго вы сами, где я? Нет. Нет. Во всем этом. Есть только вы с парнем, есть только вы, которая, скажем так, борется за право делать то, что она хочет. И есть только вы, которая спрашивает у нас, как мне поступать в моей ситуации. И всё. Понимаете, нету, нету, нету у вас, по крайней мере, я не увидел ничего вашего, кроме, наверное, только работ. В противном случае возникает вопрос, а зачем вы были человеком, который, ну, в общем-то, только и делал, что вас как-то вот постоянно там принижал, как-то, значит, постоянно вас задевал и так далее, и так далее. Вот возникает вопрос, понимаете? Возникает вопрос, почему вы позволяли ему в отношении себя всё это делать? И я думаю, что просто потому, что других отношений-то вы и, в общем-то, не знаете, других отношений, отношений каких-то, вот знаете, таких равноправных, таких, значит, независимых, без нарушения личных границ. И так далее. Вот этого вы не знаете. Ну, на мой взгляд, вот как это мне представляется, да, вот вы не знаете таких равноправных отношений, вы не видите их, вы не воспринимаете их. А вот для этого нужно лично снорости. Для того, чтобы лично снорости, нужно самостоятельно делать свой выбор. И поэтому, чтобы делать выбор, чтобы его осуществить, этот выбор, вам нужно иметь ориентир для себя. То есть у вас должны быть ориентиры, которые помогли бы вам знать, на что опираться при принятии решения, вот, относительно своей дальнейшей жизни. Если вы этого не делаете, да, то есть если вы не заботитесь о себе, если у вас нет ориентиров, а ориентиры вытекают из ценностей, то, соответственно, и проблема. Проблема именно в вашем позиционировании себя. И с этим нужно разбираться. Почему нет? И как это создавать? На начало забудьте, чем принимаете ли вы себя полностью. Далее постарайтесь подумать о его ценности. И, выходя из этого, вы будете выстраивать свое поведение. И вот, когда это все у вас будет, вы сможете ответить себе на вопрос, так нужен ли мне парень, вот такой мне, нашедший себя, знающий, кто я такая, знающий, куда я иду. Нужен ли мне такой парень, который говорит мне, куда идти, но при этом сам идет в никуда. Вы сами себе ответили на этот вопрос, я думаю, тогда вы либо возьмете над ним контроль, то есть там что-то человек, который очень неуверен в себе, боящийся, испытывающий страх и так далее. Либо вы возьмете на себя, значит, контроль за ним, либо вы просто оставите его, сами пойдете дальше. Вот. Я думаю, так можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались какие-то дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад вам помочь. Если вам что-то непонятно из моего ответа, тогда обращайтесь, я постараюсь все объяснить. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.